Первые бараки в судострое появились ровно 78 лет назад, в октябре 1936 года. По постановлению Совета труда и обороны в устье Северной Двины началось строительство Архангельского судостроительного завода. Там же говорилось и о строительстве рабочего поселка при будущем предприятии. Совместно с городским краеведческим музеем мы продолжаем видеопроект «Черновик истории». Следующий сюжет мы посвящаем первым домам будущего Северодвинска. Замечательный завод и прекрасный город закладываем мы на берегу Белого моря. Именно потому, что наш завод будет мощным, обладающим совершенными машинами, выпускающим первоклассные корабли, его уже сейчас ненавидят враги советского государства. Такие слова мы находим в книге первого начальника строительства завода Ивана Тарасовича Кириллкина. Теперь это книга, музейный экспонат. Здравствуйте! Сегодняшняя тема рубрики «Черновик истории» – строительство в нашем городе первых жилых зданий. Одноэтажные бараки начали появляться ровно 78 лет назад, в октябре 1936 года. До этого момента первостроители жили в палатках в здании Никола Карельского монастыря на двух пассажирских теплоходах Иван Каляев и Некрасов. Их арендовали у Северного управления речным пароходством до конца навигации. С увеличением пребывающих на строительство, а также наступлением холодов, остров стал жилищный вопрос. Уже к началу октября 1936 года в судострой заложили по разным источникам от 9 до 12 деревянных одноэтажных бараков и котельную. Работали круглосуточно и построили за 25 дней. К новоселью поставили елку, залили каток. Как правило, бараки устанавливались параллельно, на расстоянии 30-50 метров друг от друга. Между ними часто устанавливали так называемые будки. В них хранили дрова и уголь, а позже разводили птицу и даже коров. Внутри две огромные комнаты, в каждой по 60 коек. Бараки заселялись отдельно, по половому признаку, либо неженатыми мужчинами, либо незамужними женщинами. Семейные чаще жили в двухэтажных домах. В них обычные типовые квартиры превращали в коммунальные, чтобы работающие вместе и жили вместе. Таким образом, государство пыталось поднять дух коллективизма. Именно здесь, на месте нынешнего управления Севгор Теплосити, находился первый жилой дом нашего города. К сожалению, сейчас он не сохранился. А первый двухэтажный дом сохранился. Он находится на Беломорском 15. Вообще, проспект Беломорский является первой улицей нашего города. Но именно с его пересечения с улицы Торцева начинается двухэтажное строительство. И этому есть причина. Дело в том, что территория, на которой строился город, представляла заболоченный молодой торфянник. Из проекта планировки города мы находим, с точки зрения строительных условий, город находился исключительно в неблагоприятном положении. Территории, пригодные для строительства без предварительной инженерной подготовки, в городе отсутствуют. Пока территория не была подготовлена, строили низкие, нетяжелые здания. Все улицы параллельны. Жилые кварталы четко спланированы. Все прямоугольные формы. Как между зданиями, так и во дворах по нынешним меркам огромные территории. В основе строительства поселка лежал принцип прозрачности. Два подъезда и 16 квартир. Хотя жилые кварталы и застроены типовыми домами, каждый отличался друг от друга. На пересечении улиц угловые дома оформлены парадными подъездами, балконами, башенками. Фасады украшены. Используется различная отделка, цветовое решение, декор. Сейчас квартала изменились. Появились асфальтовые дороги, высажены и уже выросли тополя. К сожалению, исчезают и дома, ровесники города. На следующей странице черновика истории мы расскажем, как появился Северодвинский техникум. Продолжение следует...